Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Светлана Облязова. В этом выпуске я расскажу про новинку фонда Дворца книги, последний альбом Элизабет Хэнд. Элизабет Хэнд – американская писательница в жанрах фэнтези, хоррора и научной фантастики. У нее диплом антрополога, однако по специальности она проработала недолго и посвятила свою жизнь литературе. Чтобы опубликовать свой первый рассказ, Элизабет Хэнд потратила два года на поиски издания, которые решилась бы ее напечатать. Но после этого ее рассказы стали довольно часто публиковаться в различных журналах. Все рассказы Элизабет Хэнд собраны в четыре книги, каждая из которых удостоилась престижной премии. Помимо рассказов, Хэнд пишет романы и повести. В 90-е Элизабет Хэнд принимала активное участие в создании серии комиксов аниме для известного издательства DC Comics. Также она неоднократно принимала участие в межавторских проектах, таких как серии о Бэтмене и Супермене. Кроме того, ей принадлежат новелизации фильмов, среди них секретные материалы и Звездные войны. Я сам сыскал это поместье. Какие-то приятели моей слоячницы на коротке с хозяевами. Те застряли на все лето в Барселоне и сдавали дом в аренду. Причем недешево. Но я не жался, потому как после случая с Ирианной ребят надо было закатать куда-нибудь подальше, и эта нора подходила не хуже любой другой. Теперь новым хозяевам пришлось выстроить забор, чтобы отгородиться от зевак. Каждый знает этот дом по обложке альбома. Достаточно погуглить название и получишь адрес с точностью до миллиметра. Но тогда Уайтинг Хоу неприметной точкой терялся на карте местности. Собаками не найдешь. Сегодня народ туда тянется. Чаще всего из-за того, что случилось во время записи второго альбома, когда все там куковали. Но мы-то кое-какие соображения имеем по поводу пришедшего. А фанам невдомек. Они только гадают, что выручки однозначны на пользу. Но на первом плане, конечно, музыка. Лет 20 назад в одном обзоре лучшего альбома тысячелетия Уайтинг Хоу поставили на седьмое место прямо перед определенным может быть. И все просто обалдели, кроме меня. Потом прах обогоревшего дуба купил для своей рекламы производитель. Уж не помню чего, мобильников что ли. Так что теперь window hall fire снова на коне. А необъяснимое или даже круче необъяснимое и жуткое всегда во благо шоу-бизнесу. Ведь так цинично, но куда денешься. За исключением того раза, когда я привез Уайтинг Хоу мобильную студию и пропилил колесами глубокую кулею, бывал я там нечасто. Разве что проверял, как двигается запись и в порядке инструменты. А еще снабжал ребят витаминами. Теперь об этом-то можно ведь говорить вслух, верно? Понятно, чем в те времена витаминились. В основном трава и кислота. И, конечно, все они были совсем зеленые, молодняк. Джулиану 18, столько же Уиллу. Эштану и Джону вроде между 19 и 20. У Эсли как раз стукнуло 17. Мои 23 казались им предпенсионными. Золотые были денечки. Скажете, я тут рассопливился, разнюнился перед объективом, а мне пофиг. Золотые были ребятишки, девчонки и мальчишки и лето золотое, и у нас был настоящий король этого лета. Что стало с королем лета, вы в курсе? Та девица с обложки альбом единственная, кто точно знает, чем дело кончилось. Но ее ты ведь теперь не спросишь. Джулиана я еще со школы знаю, росли в Хемстиде, попали в местную школу общего профиля. Сравнить Эштона с Джоном – аристократы. Но эта элитарность нам боком вышла, уж поверьте. Эштон в музыкальной мафии Мезвелл Хилл свой в доску. Они там все друг с другом одной ниточкой повязаны. Куда ни плюнь посреди аркуэля, попадешь в фок музыканта. Правда, если кого оплюешь в Хемстиде, запросто можно загреметь в кутузку за оскорбление личности. А со мной такое бывало. Так и подмывало плюнуть Эштону в рожу. Еще тот подонок иногда. В общем, нам с Джулианом здорово не повезло. Не довелось пролетарием родиться. Учились в школе общего профиля. У вас в Америке это типа как частная школа, хоть и в Хемстиде, не в шикарном Кентингтоне. Но лучшие музыканты все из Мезвелл Хилла. Может, воздух там особенный. Хотя, скорее уж, бухло. Я начал со смычка, Джулиан с клавиш. Не помню, когда он переметнулся к гитаре, но сразу стало ясно, для этого он родился. Потрясающий гитарист. Он умел заставить инструмент петь флейтой, ситаром, человеческим голосом, чем хочешь. Мы играли в Хемстидском фолк-клубе, как громко именовался крошечный зайчик над паб. Все фолк-клубы, как под копирку, сляпаны. Комнатенка с дубовыми балками вверх по лестнице, следы скрипучих стульев. Народ в развалку с куревым и кружками. Если очень повезет, угостят косяком. Ничего серьезнее там не водилось, и никаких бабок за наши песни не платили. Да и никому не платили, разве что всяким звездам типа Джона Мартина. Но девчонок там можно было подцепить. Потому я и вытащила Джулиана на сцену. Блеснуть, так сказать, девчонкам понравилось. Во всяком случае, им понравился Джулиан. Он мог бы и на гребенке играть, на него и тогда вешались бы гроздьями. Уж очень был хорош собой, хотя с девицами поначалу стеснялся. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Таинственная магия фолк-рока, восхитительная книга, пропитанная духом рок-н-ролла и мистицизма. Неожиданная и непривычная подача текста. История рассказывается в виде интервью с разными людьми, каждый из которых имеет свою точку зрения на описываемые происшествия. Дух старого британского фольклора, древней и жестокой мистики, говорит с читателем со страниц книги. Рассказанная история оставляет множество вопросов, не давая ни одного однозначного ответа. Тайной происходящего на страницах так и остается тайной, и читателю самому предстоит решать, что же на самом деле происходило, что было в реальности, а что привиделось участникам событий под воздействием психотропных веществ. Волшебство этой книги, пожалуй, и ткалось из недосказанности и таинственности, и сотканный таким образом узор не может не очаровать. Но удивление сильная и печально недооцененная книга. Хэн – прекрасный автор с изящным и паотичным стилем, который здесь раскрывается во всей своей полноте. А уж атмосфера тут такая, что буквально порами кожи чувствуешь это потустороннее солнечное марево, пронизывающие по старой будни героев книги. А перед глазами встает картина английской глубинки с ее таинственными лесами, курганами и буйством цветов. И, конечно, музыка. Она тут везде, как одна из полноправных героев повествования. Она одурманивает, уносит в иные пределы и открывает портал между нашим и призрачным миром. Нагнетание саспенса идет по нарастающей, достигая пика на финале. Последний альбом определенно является одним из самых достойных образцов современного приводного хоррора последних лет. В нем есть стиль и подлинное мастерство. Элизабет Хэнд – очень талантливая писательница. Последний альбом – это ностальгическая готическая повесть, пропитанная духом 70-х. Последний альбом следует читать с залпом. Книга погрузит читателя в свою мрачно-волшебную атмосферу и может получить от нее удовольствие. А атмосфера создана прекрасная. Старинная усадьба с множеством потайных уголков, в которых скрываются сокровища. Музыкальная группа, которая приезжает туда писать альбом. Таинственная девушка в белом. И все это подернуто патиной времени, потому что повествование выстроено так, что участники группы рассказывают о тех днях 40 лет спустя. И до сих пор никто не знает, что же там случилось на самом деле. Лесли говорит, она тоже временами сомневалась, но я скажу только между нами, не для записи. Мы с Лесли все еще вместе, не хочу ее обижать. А характерец у нее еще тот. В общем, я думаю, что Джулину она просто не приглянулась. Нет, она вовсе не страшненькая, шикарный экземпляр. Мы ведь потому ее и взяли. Она, видите ли, совсем другого типа с физической точки зрения, чем Ариана. Лесли до ужаса умная, и многих парней это отпугивало. Даже Джулиана. Хотя он и сам далеко не дурак. И не просто отпугивало. По-моему, он не привык водить дружбу с равными. По музыкальной части еще ладно, но с теми, кто превосходит его по интеллекту, тем более с девчонкой. А Лесли вдобавок еще и американка. Такое в те времена было в новинку, а многих и вовсе коробило. В смысле сопливая американка и вдруг поет традиционный английский фолк в лондонском пабе. Некоторые прицельно приходили посмотреть, как она опозорится. Однако не дождались. Лесли Стэнселл, солистка. Он об Ариане никогда не говорил. В полицейском протоколе сказано, выпал из окна четвертого этажа на мостовую. В квартире Джурина лишоток на окнах не было, точно знаю. Она в депрессии, он в депрессии. Во всяком случае, так теперь считается. Вероятность самоубийства? Даже если я считаю, что она сама выпрыгнула, какая теперь разница после стольких-то лет? Она была подростка, мы все были подростками. Сейчас из нее вышла богатическая лолита, сключенная над своим мобильником. А тогда прелестное дитя с прелестным глазком. Вот только ненадолго у нее дыхалки хватило. Джулиана ее смерть ошарашила. Ему казалось, что он за нее в ответе. Знай себе, твердил, и зачем только я впустил? Не надо было. Я сам во все виноват. Мы с ней поругались. И так без конца. Они с Арианной выступали в клубе, только вдвоем, без группы. А потом он ей наплел, будто остальные настроены двигаться в другом направлении по музыкальной части. Она и вообразила, что теперь они вдвоем развернутся как следует, запоют дуэтом, типа как Саймон и Гарфанкел. А в реальности-то он хотел от нее отделаться и пытался на прощание подсластить пилюлю, но получилось ровно наоборот. Я видел, что творилось с Арианной. Она, конечно, была офигенная, но при этом, так сказать, барышня с запросами. Посерединке между Ника и этой, как ее, эту французскую певичку, Жульет Грека, всегда ходила в черном, причем задолго до того, как каждый встречный и поперечный стал рядиться в черное. По правде говоря, она была жутко зануда, и кислятина эта Ариадна. Без нее мы немного потеряли, если честно. До сих пор помню, как Том нас обрадовал известием, что снял на лето Уайдинг Холл. Джон и Эштон сразу скривили морду, особенно Эштон, тут вообще рвало металл. У обоих имелись свои планы на Лондон. У Эштона, естественно, девчонки, у Джона противоестественные мальчики, хотя об этом тогда якобы никто не знал. А тут Том с своей гениальной идеей, что нам не хватает только деревенских каникул, чтобы прийти в себя от шока после смерти Ариадны. Да-да, я в курсе. Мое дело страна, потому что я не варилась в Виндхолл Файер с самого начала, и Арианну толком не знаю. Ну так подайте на меня в суд, факт есть факт. С Арианной или без нее они отыграли кучу концертов. У Виндхолл Файер их первый альбом вышел как раз к тому Рождеству, и раскупили его бойкот. Тогда еще не развелось столько музыкальной прессы, как теперь. Продвигать группу можно было только выступлениями, беспрерывными концертами. Тут они постарались. Но если совсем честно, выдохлись они еще приориальнее. Я их слышала пару раз, неплохо играли. По-моему, Питит многообещающий, уже слишком заезжий, но спасти группу мог только крутой прорыв. Конечно, Том не мог не заметить, что они буксуют по части вдохновения. Потому я назаслала Джулина и Уилла послушать меня в клубе. Я спела пару каверов Дилана. Вряд ли тогда в Лондоне про них вообще слыхали. Ну и всякое обычное старье из сборника Балт Чайлда. Собственные песни припасла под конец, и на опрокинутом небе уже знала, что они у меня в кулаке. Уилл. Господи, ну и гласище у нее было, если только открыла рот, как мы с Джулином поглядели друг на друга и заулыбались. Когда она дошла до опрокинутого неба, мы уже чуть не по столам рванулись, зазывать его вайндхолл. Том. Если подумать, надо было сразу сообщить Ариане, что мы нашли новую солистку. Я должен был сообщить, это моя обязанность как менеджера. И то, что Лесли американка, Ариана, видимо, восприняла как плевок в лицо. Поэтому я с самого начала взял вину на себя, и все же Джулиан так себе и не простил. Элизабет Хэнд – одна из самых уважаемых писателей своего поколения. Она является редактором журнала Science Fiction Eye, а ее книжные обозрения и критические статьи регулярно печатаются в различных периодических изданиях. Роман «Последний альбом» пропитан духом страшных сказок. В центре сюжета молодые музыканты, которые приехали в старинное английское поместье для того, чтобы записать песни для нового альбома. И прямо у них на глазах начали оживать древние кельтские легенды. Роман стилизован под классическое интервью, свойственной музыкальной прессе. Реплики героев сменяют друг друга, что создает эффект достоверности. Окунуться в мистическое английское лето можно, прочитав книгу, а найдете вы ее в центре чтения Дворца книги. Вы читали, Элизабет Хэнд. Делитесь в комментариях.